Время новостей Время новостей Программное заявление временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наши Подмосковья приоритеты развития», выполнение поставленных им задач, именно это стало поводом для проведения круглого стола с администрациями района на минувшей неделе. Подробности у Евгения Ромашихина. Когда будет сделано ограждение пешеходной дороги от автомагистрали в Тарасовке? Как повлиять на нерадивых соседей, не желающих проводить собственную территорию в порядок? Когда и где будет разбит парк для отдыха посельчан? Как будут решаться вопросы с обеспечением детскими садами и детскими площадками? Все эти вопросы собрали жители поселения Тарасовска за круглым столом с администрацией района. Еще полгода назад, если кто-то сказал, что возможно ликвидировать очереди детские сады, это проблема всей Московской области, и нашего района, и вашего поселения, я подумала, что это невозможно, но потому как вполне основательно выделяется губернатором деньги на строительство детских садов, и это действительно программа, которая работает, она в действии, то понятно, что эта проблема будет решена. Глава поселения Элеонора Чистякова рассказала собравшимся о сегодняшнем положении дел в Тарасовке, применительно к поставленным задачам временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьева в программном заявлении Московской области приоритета развития. В частности, проблема с детскими садами в поселении стоит не так остро, как в других поселениях района. Сельское поселение Тарасовское не на самом худшем счету в районе по обеспеченности местами в детских садах. Мы одно из немногих поселений, которые не утратили в перестроечные годы ни одного детского садика. Сейчас у нас три детских сада, в каждом населенном фонде есть детский сад. Более того, спасибо большое руководству нашего района Маргарите Семеновне, Ларисе Васильевне, что у нас еще и прибавилось количество мест в уже существующих детских садах. Есть поселения и проблемы, которые в одночасти не решить. К примеру, вандализм. Сколько можно вкладывать деньги в одну и ту же детскую площадку? А эти деньги, за эти деньги мы могли бы уже детскую площадку поставить в другом дворе, у которого нет такой детской площадки? Или начать модернизировать эти площадки? Сейчас уже совершенно требования другие, да? После выступления главы поселения в адрес администрации стали задавать вопросы особо волнующие жители. И в первую очередь встал вопрос о передаче земли в муниципальную собственность. Поэтому надо бы с землицей об отчуждении передачи в собственность муниципальную решить. Мне кажется, это вполне по силам. А что нам там строить? Я думаю, у всех присутствующих, нормально мне это как-то нужно, да? У всех присутствующих особых разногласий не будет. Возникли вопросы и о спорных землях на территории Тарасовки. А кто собственник земли, которая находится на улице Садовой за заправкой? Утверждение генерального плана поселения, эти земли войдут в границы населенного пункта поселок Челюскинский. И да, да, там намечено жилищное строительство. Конечно же, все вопросы, требующие скорейшего рассмотрения за одним кругом столом, решить просто невозможно. И руководитель администрации района Маргарита Смайловская заверила собравшись, что подобные встречи станут регулярными. То мы будем, наверное, там раз в три месяца такие встречи проводить, будем стараться, ловить по причине. Евгений Ромашихин, телеканал ТВ Пушкинский. Как и на любой встрече с руководителями района, вопросы начали задавать задолго до начала мероприятия. Когда еще? Вот так напрямую появится возможность решить давно набавлявшие проблемы. Подскажем, что доработать и... То в этом деле помочь. Вот уже, видите, у нас диалог начался. Так началась встреча представителей администрации района с активистами, депутатами и администрацией поселения Черкизова. Поводом такой встречи послужило программное заявление временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наши Подмосковья – приоритеты развития. Конкретизируя поставленные им задачи, жители городского поселения наполнили их конкретными действиями и сроками исполнения. Хочется сказать несколько слов по поддержке многодетных семей. В прошлом году был выделен один земельный участок на территории поселения. Многодетные семьи стоят на очереди все здания в общей очереди Пушкинского муниципального района. Многодетная семья из Пушкина получила данный земельный участок. И в настоящее время очень радует то, что они начали оформление по строительству нового жилого дома. Задавали вопросы, которые может решить и районная администрация. В частности, проблемы с черкизовской амбулаторией. У нас хорошая амбулатория, уютная, отремонтированная. Очень, очень, очень она хрустная. Но у нас совершенно нет специалистов. Все поднятые вопросы жителями Черкизова представители района администрации взяли на заметку и пообещали в ближайшее время детально их рассмотреть и приступить к реализации. Евгений Рабашикин, телеканал «Твой Пушкинский». Бытует мнение, что деньги, выделяемые на ремонт дорог, самый удобный источник для обогащения. Однако в Пушкина не оказалось желающих к этому самому источнику припасть. Почему? Узнаем из репортажа Петра Кузнецова. Члены общественной палаты, которые, наконец-то, официально получили именные удостоверения, Рассмотрели несколько важнейших вопросов. О предстоящих реконструкциях рынка в Пушкинском районе мы еще расскажем. Вопрос о том, кого будут сносить и что строить, наверняка заинтересует наших горожан. Значит, вопроса два. Первый – это люди, которые работают на этих рынках, потому что основная часть из них, не обязательно пушкинцы, но это я имею в виду люди, не приезжие, а россияне. Вторая часть – это, конечно же, тоже очень важная, доход, который приносит торговая деятельность. Основные страсти разгорелись по вопросу ремонта дорог. В 2013 году на это выделяется 113 миллионов рублей, при необходимых 131. Но как эффективно использовать даже эти деньги? Евгений Алексеевич Пархаев предложил включить в состав приемных комиссий тех, кто пользуется этими дорогами. Дело в том, что надо обязательно включить в приемку не начальника отдела, который курирует это дело, а людей, которые заинтересованы, когда каждый день ходит по земле и едет на машине. Они заинтересованы, чтобы порядок на дороге. А если мы будем на 12 миллионов 740 тысяч? Смешным был назван штраф в 740 тысяч рублей, при полученных фирмой ЗОРО 13 миллионах. В мыслях обывателей дорожные деньги являются неиссякаемым источником обогащения. Но вот что удивительно, никто не спешит к нему преподать. В конкурсе на ремонт дорог у нас участвует только одна фирма – ЗОРО. Руководитель которой, Зорик Гуликян, до слез растрогал присутствующих нехваткой финансов и средств. Всему виной пресловутый закон о конкурсах, по которому происходят подобные истории. Выиграли конкурс некая организация по демонту дорог, снизив цену ниже других дорожных организаций. Когда Александр Ильич Тропин пришел смотреть на качество этой дороги, он говорит, «Ребята, а что же вы тут асфальт столько закатали, хотя надо столько?» А ему говорят, «Уважаемый глава, сколько ты хотел за эти деньги, до которых остались?» Председатель общественной палаты предложил организовать собственную муниципальную службу, помочь ей техникой, кредитами. Тем более, что свои люди в лице директора ДСУ-2 Федорова у нас есть. Но снова мешает пресловутый закон. А может объявим Пушкинский район зоной свободной от недоработанного закона? 22 мая. День святителя Николая Чудотворца, покровителя всех путешествующих. И по воде, и по суше. Какие мероприятия, связанные с этим днем, провели сотрудники Пушкинского отдела госавтоинспекции, вы узнаете, посмотрев наш следующий видеообзор. Утро 22 мая. В Пушкинском ГИБДД началось освещение служебных автомобилей, призванных охранять жизнь и безопасность на наших дорогах. В 8 часов утра благочинный церквей Пушкинского района Иоанн Монаршик ослужил молебен и благословил собравшихся на служение людям. «Я бы хотел сейчас и помолиться, и осветить ваш транспорт, и призвать вас, чтобы вы были еще более бдительны в этот период, и действительно, чтобы наша совместная акция, которую мы сегодня проводим, чтобы она была на пользу только нашим людям». После молебна отец Иоанн осветил патрульные автомобили Пушкинского ГИБДД. «Смерть ее смерть поправ, и сущим в огробе живут, дорывав». В 3-м батальоне ДПС в этот единый день безопасности движения тоже состоялся молебен и освещение служебного транспорта батальона. Отец Петр прочитал молитву, осветил автомобили и благословил всех на дальнейшую службу. «Да не вас Господь и Матерь Божия! Благословение Господь!» После освещения автомобиля и благословения личного состава отец Петр вместе с инспекторами проехал по Ярославскому шоссе и осветил места, где происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий. Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов, Телеканал «Твой Пушкинский». С 15 апреля по 2 июня 2013 года отдел госавтоинспекции Пушкинского района проводит информационно-пропагандистскую акцию «Ребенок в автомобиле». В рамках этой всероссийской акции и единого дня безопасности дорожного движения 22 мая состояла встреча сотрудников детских садов Пушкинского района, а именно заместителей заведующих по безопасности с инспекторами ГИБДД. Инспекторы говорили о необходимости усиленной профилактической работы с родителями, многие из которых не осознают, какой серьезной опасности подвергают своих детей, отказавшись от использования автомобильного кресла. Уже на данный момент 120 детей пострадало в дорожно-транспортных происшествиях на территории Московской области. Пять детей погибли. Из погибших детей большая часть – это дети-пассажиры, которые не были пристегнуты ремнем безопасности, не находились в детских удерживающих устройствах. По словам инспектора, особое удивление вызывают те родители, которые на вопрос своих детей о том, почему для них не приобретаются автомобильные кресла, ссылаются на отсутствие денег. Этот ответ в очередной раз свидетельствует о халатном отношении родителей к обеспечению безопасности своих детей в автомобиле. Тем более, что детские кресла давно продаются по вполне приемлемым ценам. Инспекторы ГИБДД также акцентировали внимание на том, что не менее важно закреплять детское кресло в автомобиле. Незакрепленные кресла не гарантируют безопасность ребенка. Поскольку мероприятие проходило в детском саду незабудка, что в поселении весной, свой вклад несли, конечно же, и воспитанники незабудки. Ребята побывали в стране-пешеходе, где вместе со сказочными персонажами принимали активное участие в конкурсах на знании правил дорожного движения. Ребята рассказывали стихи, пели частушки и состязались в задорных спортивных конкурсах. Оксана Савельева, Александр Девкин, телеканал «Твой Пушкинский». На свежем воздухе прошел урок для старшеклассников второй школы. На автодроме рядом со школой ребят встретили инспекторы пропаганды третьего батальона ДПС и ГИБДД города Пушкина. Здесь они провели для старшеклассников урок безопасного поведения на дорогах. Сначала инспекторы напомнили ребятам об общих положениях правил дорожного движения. Рассказывая о требованиях правил, инспекторы проводили конкретные примеры из своей практики. На сегодняшний момент у нас 127 детей пострадало в дорожном транспорте происшествии. 5 детей погибли. Напомнив ребятам поведение на пешеходных переходах, познакомив с необходимыми для них дорожными знаками, инспекторы провели небольшую викторину на закрепление полученной ребятами информации. После урока каждый получил подарок от инспекторов ГИБДД. Евгений Ромашихин, телеканал «Твой Пушкинский». Посмотреть на коллекции семян лесных растений, грибов-вредителей леса, рассмотреть под микроскопом жуков-караедов, сделать все это смогли школьники, посетившие Российский Центр Защиты Леса в Пушкино. Там же побывала и моя коллега Оксана Савельева. В рамках Года экологии, объявленного в нашей стране, для пушкинских школьников дружелюбно распахнул в свои двери Российский Центр Защиты Леса. Данное мероприятие проводилось для детей впервые, и цели преследовались только благородные. Мы хотим показать работу нашего учреждения. Мы хотим, чтобы дети с детства почувствовали любовь к лесу, чтобы они знали, что нужно ценить природу. Посмотреть здесь было на что. Дети посетили уникальный по своей значимости Федеральный фонд семян лесных растений, единственный в России, и находится он в Пушкино. Здесь при специально поддерживаемых температуре и влажности хранится золотой запас лесных семян, используемых для восстановления лесов на всей территории Российской Федерации. Школьники познакомились с работой специалистов лаборатории генетики и селекции. Ребятам рассказали о том, что только семена высшего качества идут на восстановление российских лесов, и показали лабораторию, где проводится оценка качества семян. Проращивание семян проводится на аппаратах и капсула. Сюда мы раскладываем семена вот в таком виде, на фильтровальные кружочки. В этих аппаратах поддерживается автоматически и температура, и влажность. Вот, посмотрите на дисплее, в автоматическом режиме, световой режим. И в течение 15 дней семена, ну сейчас у нас мелкохвойная, это сосная ель, у нас будут проращиваться. И мы будем смотреть, как в течение этих 15 дней идет прорастание. Помимо обширной коллекции семян лесных растений, детям также продемонстрировали коллекцию грибов-вредителей леса. От похода в Российский Центр защиты леса школьники остались в восторге. Мне понравились разные виды грибов, их рассматривать, и под микроскопом жуки. Мне больше понравилось, как высаживают семена, как их под влажностью, как их под давлением, под нужным. Мне очень это понравилось. Сотрудники Российского Центра защиты леса, в свою очередь, планируют сделать данные мероприятия ежегодно и приурочить его ко дню работников леса. Оксана Савельева, Александр Девкин, телеканал Твой Пушкинский. Впускной бал группы Лимпопо состоялся в детско-юношеском центре Красноармейска. Юные прекрасные таланты, интересные танцы и невероятные песни – все это в сюжете Марины Губиной. Несмотря на пасмурную погоду, в детско-юношеском центре царила атмосфера праздника веселья. Ведь именно здесь состоялся выпускной для малышей детского клуба Лимпопо. Кажется, только вчера они пришли первый раз с мамами за руку в детский клуб, чтобы подготовиться к школе. И вот уже пришла пора сказать прощальные слова всем педагогам, которых с двух лет учили ребят. Не только азбуки, но и главным вещам в жизни каждого человека. С утра родители серебровали праздничный стол, а детишки помогали украшать банкет. Ведь в этот же день все должно быть прекрасно. Главной героиней концерта стала, конечно же, королева знаний. Ее сыграла Елена Евгеньевна Рожкова, выпускающая педагог клуба Лимпопо. Здравствуйте, ребята! Я королева знаний. Хотите отправиться в мою страну знаний? Да! Хотите учиться? Как обычно, в спектакле появились еще две героини. Королева страны Нехачухи и ее помощница Единица. Они украли ключ к знаниям и не хотели его отдавать. И только когда ребята и родители прошли через конкурсы, Единица вернула ключ от двери к знаниям. Затем все вместе они сплясали полку. За активность, инициативу, успехи в творчестве и стремлении к знаниям выпускники награждались дипломами. Ведь так хочется, чтобы этот светлый и радостный день остался в памяти детей на долгие годы. Вы знаете, я каждый год, когда выпускаю ребят, я чувствую огромное волнение, огромное переживание. Каждого своего выпускника я потом прослеживаю в течение мужской даже всей жизни. И даже уже взрослые ребята, которые некоторые закончили учебу, встречают и со словами благодарности, и уже, наверное, скоро приведут своих деток к нам. Прохожие, которые обращали внимание на эту надпись на асфальте, давали примерно похожий комментарий. Это сверхнаглость, я бы сказала. При нехватке законодательной базы борьбу со спайсом самостоятельно ведет молодежный антинаркотический спецназ и часто жесткими методами. Спайс – это любое высушенное вещество, пропитанное синтетическим каннабиоидом. У него много формул, и как только, согласно исследованиям, они длятся от шести месяцев до двух лет, выходит запрет на одну формулу, тут же появляется другая. Как вы думаете, кто должен заняться этой проблемой? Прежде всего, наркоконтрольник. А вы знаете, что им не хватает законодательной базы, для того, чтобы пресекать такой вид? Ну, до такой степени нет. Что же делать? Бороться. Как? Ну, кто об этом должен думать? Я к нашему главе Гулину обратилась бы, чтобы он занялся этим вопросом местным органам, не знаю, власти, кто еще это понимает, в полиции. В Пушкино практически справились со стационарными точками продаж, а вот такому виду рекламы противостоять пока сложно. Возможно, сами горожане встанут на защиту себя и своих детей. Что бы вы сделали с тем человеком, который бы вашему ребенку это предложил? Убили бы. Что? Убили бы. День поиска пропавших детей, который вот уже более 30 лет отмечает Европа и США, празднуется и в России во второй раз. 25 мая в окнах домов зажгутся вот такие вот свечки, чтобы осветить путь всем пропавшим детям. 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал 6-летний американский мальчик Эвен Пейтс. Мальчика искали всем миром, и лишь недавно полиция арестовала преступника. Символом дня поиска пропавших детей стало изображение синей незабудки и такого же цвета леточки. Каждые 30 минут пропадает один ребенок, 48 детей в день, и каждый день из этих 48 потерявшихся четверых и находят не тогда. Каждые 6 часов один ребенок пропадает навсегда. Во многих российских городах действуют сегодня инициативные группы волонтеров и добровольные поисковые отряды. Информацию о пропавших детях можно увидеть на сайте поиск-дети.ру. Не оставайтесь равнодушными, ведь именно вы можете помочь потерявшимся детям найти обратную дорогу к своему дому. Марина Губина, Александр Девкин, телеканал Твой Пушкинский. Что ж, на сегодня это все. Что будет дальше, покажется программа «Время новостей». Я с вами прощаюсь. В студии была Алена Анчукова. Берегите себя и своих близких. Удачи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова